ну чё да слушаю вопросы какие есть может быть что-то вас не видно игра тихо да как не видно а вот он я сейчас сейчас минутку подожди где-то сильно пообщаетесь на тихо вопросов какие-то может что получше да ты мне нужен будешь сегодня мне надо голубям слазить их пометить надо а поэтому у меня фломастер фонарик и надо брать надо вдвоем полезте во сколько подойти к вам как сейчас стемняется что вот он сейчас светло они там биться будут ну через час до примерно я не знаю я тебе дам наверно знать хорошо а чё у тебя там свет не горит еще комнате да вот настольная лампа да я вижу как-то плохо освещает плохо да вот так вот зеленоглазый в глазах у тебя отражается зелень такая о так так выше ну какие у тебя там вопросы непонятно да сейчас вот общался с францией но еще рассказал как у нас день прошел благословенно как в авторемонте был я ну и какие впечатления вот что после деревни в городе как люди одеты ну и жанна говорит а вот саудовской аравии такого бы конечно не было конечно да но там в европе и в сша и у нас все одинаково что интересно очень многие женщины и девушки одевать длинное платье это говорят мода такая сейчас но длинные как вот у нас сестры идут храм вот так ну тоже как-то одевается старается красиво как они думают ну не видишь как платье длинное грудь открытая руководка именно так с мусульманками не сравнишь все благочестивые открыто у них хиджаб и мы в турции то ехали ты же сам видел как они одеты в дагестане вспомните как бы в ингушетии в ингушетии чечне чечне и потом мы были в этой алании то как она кабардино-балкария наверно да нет это еще что-то осетия да осетия но кто-то сейчас не помню и кто-то сказал философ какой то чтобы развратить народ надо раздеть женщин какая тут мудрость вот и так понятно понятно да тут никакой мудрости нет так понятно это даже без всякого это израиль знал когда погибали все они приносили жертву вот так еще тут сегодня познакомился в германии с этим сейчас второй ролик докачиваю андрей был сам участник сходил отправил ему книги ну а дальше уже видно будет как вот сейчас люба звонила у меня набирается сколько люди то не влезут где машины вот автобусы заказать если не знаю даже что автобусы дорого и те годы мне городская администрация помогала и увд края ну знакома был генерал мэр города а сейчас все это поменяли никого нету а я дома сижу и может вы как-то из остановить связи там не но у них нет ничего не говорят это надо к счастникам а счастникам автобус чтобы ремнями были пристегнуты не больше 50 километров я говорю если даже ремни а больше 50 километров детей возить не разрешается там вообще еще попало бред какой-то везут же далеко в горный алтай и куда только не везут да что-то непонятно вот было объяснять так и я как еще я автобус заплатила вы меня на третьей части пути около павловска сбросите и все даже слушать не еще не знаю сейчас любу позвонила афатеева будет галя загуляева просится в нашу газель а там уже еще остается то четыре места всего ребятишки то еще могут могут быть и мерзкие это для меня неприятная обстановка еще надо какую-то машину чтобы кто-то с нами поехал отвез хотя бы до поворота там где не в самую потеряевку даже если поговорить сереже он придет но сережа то четверых то мог бы взять да вполне вполне ну и вот довезти а мы за ними тогда вернулись и ну ну а как так мы везем большой груз пропитание завтра купят еще что хотели блоки рыбы у меня масло все достаточно сухофрукты завтра поработается еще по стиральным порошкам это все делать надо люди то это еще не понимают который сам ребенка написал сдал и все а мне вот это я уже сорок четвертый год мотаюсь это и не рубля не получил и даже нужды нету еще и долбит меня за это сорок четвертый год это это сейчас вы так говорите а мы тогда приезжали то у нас сохранилась путевки матросовка мы ищем где на поле солома набиваем ее у всех а сейчас у нас матрасы одеяло электричество холодильники стиральные машины теперь даже ну какое сравнение то палатка все подтекает мы если дожди как сушить где все под открытым небом было и кухне под открытым небом а а сейчас и на кухне там каких приборов нет только чего нету и морозильная камера и русские пищи и даже тестомец был свой но и все равно один ничего не сделаешь сейчас вот это ты катя которая крещение это принимала теникова венка то она попозже собирается приехать будут такие это люди приехала сегодня на равале хапилина с казахстана вот просятся люди с москвы но мы никого не можем брать там на кухню допускать то у нас свои должны быть да еще я говорю что прошли медкомиссию чтобы были санитарные книжки все не просто это так и возьми это все как продукты сохранить где тогда мы делали как погребать там лед и на льду маленько хранили а сейчас холодильники у нас даже нужды нету но если господь благословит вот спрашивать некоторые не успевают нельзя ли там лагерь вроде продлить дальше но мы можем продлить второй раз если приедут со своими-то ребятишками ну вот так все еще не нужен больше да нет пока ты волонита как-то накажи когда мы выйдем то чтобы он как-то справлялся или как ты там звонить будешь чтобы встретили нас чтобы все засняли как мы приближаемся к лагерю ну встретили нет саду с камерами чтобы там застала ну хорошо мы свою берем а вчера эту отдал здесь чтобы она была на руках другая это полезно очень духовное рассуждение ну ладно с богом с богом я тебе дам сигнал и ты сразу выходи ну хорошо отхожу